Турция Я в Турции, в новом образе Турчанки. Каждый должен побывать тут и увидеть эту живую своими глазами даже снегочки. Не знаю, успеем ли мы до нашего рейса, поскольку остается себе два часа до вылета. Проприятнее. У нас в Турции, в Турции, в Турции, в Турции. Мы сейчас направляемся в центр города. Мы заранее разменяли рейс Турором. Это получилось сон. Немножечко может быть задержано. Здесь курс очень 5.20. Стандартно. Ну, аэропорт он немножечко ниже. Сейчас 100 долларов. Если размениваешь 490 получается. А если 1200 долларов, то 10 тысяч рублей. Местных рублей. Ну, вообще, короче, не суть дела. При выходе нам предложили 450 долларов и обратно. А когда мы вышли уже из города, сели в обычное такси, и вот там примерно по щечу сказали, что выйдет примерно 120-130 долларов. В целом, где-то, я думаю, 250, может быть, процентов. В общем, получается, где-то 200 или сэкономили примерно 40 долларов. Мы приближаемся уже к городу. Ну, и должен сказать, он действительно впечатляет, очень красивый. В Стопуле я уже не был 10 лет, точнее. 10 лет назад я тоже был пролетом, но тогда у меня была групповая экскурсия. Я, в принципе, все успел посмотреть. И, ну, как все. Очень много интересных мест. Посмотрим. На этот раз мы решили сделать небольшую экскурсию. Конечно, дороги не сравнятся с Дубай. Ой, то есть с молдавскими идеями. Гладкие, мягкие. Номерочек у нас, короче, тут такой очень-очень маленький, узенький. Вообще вот сюда еле уместились. Но я так понимаю, что везде такие номера. В этом районе Фатих. А вот душевая, конечно. Можно сказать, по сравнению с комнатой, еще одна комната. Ладно, дышим. А в жизни столько обуви не видела. Ты-то посмотри, у меня не было обуви. Интересно, по какой цене в курсе обуви? Где такая крутая обувь? Ну, это прям как местная дейра дубайская. Лена в новом образе турчанки. Как тебе одежда? Все идет. Милена, а что здесь столько народу? Почему здесь все собрались, поснимая что вокруг? И что это вообще? Где мы вообще? Взяли экскурсию на корабле у поспорского пролива, азиатско-европейская часть. Вот такой вот пустынка. Вот такой вот пустынка. Пустынка. Масфор. Из-за большого количества рыбы и формы рога, она была названа Золотой Рог, что символизировало и Завидия. В период Азиатийской империи в оборонительных целях вход в бухту перекрывался Цитаны. Два берега соединяют три моста через бухту Золотой Рог. Это Мастер Халич, Ататюр и Галатал. Ирлик, Животе бухту through the phone. На максимум колебаниях技巧, которые нормальногоóc。 Выси в бухтузбилет campus. Бухт mujeres бухтен how-то вы-путcommerce. Почти сuzu не точный офигенность Và думаю, что две 67 п Eddy. Мост над Востокским проливом, высота 90 метров, протяженность 31 километр, ежедневно в районе 160 судов проплывают под этим мостом. Округ издачно украшен будто бы кружевами, нарезами и находится на самой ближайшей точке в Киробинскому континенту. Всемирно известная песня по дороге в Киробинске, а этот округ как место для отдыха и времяпровождения. Киробинск Да, конечно, очень красиво это все здесь. Очень красиво выглядит весь босковский пролив. Да и сам в целом город Стамбул очень выглядит красиво. Мне кажется, действительно, каждый должен побывать тут и увидеть эту пожилую своими глазами. Даже сняв очки и без очков просто посмотреть на этот центр. Очень красиво выглядишь. Я думаю, она толстая. А это не очень красиво. Ну и что? Такая церковь. Такая церковь. Поема заготовка? Да, спасибо. Не, не знаю. И так. Не, не знаю. Но, не знаю. Какой, не знаю. Я в этом городе. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Очень здесь интересно. А сзади мечеть Султан Ахмед, а тут мечеть, голубая мечеть Софии. Мы направляемся в аэропорт, но попали в очень сильную пробу. Я не знаю, успеем ли мы до нашего рейса, поскольку остается сегодня 2 часа до вылета. Вот я не знаю, успеем ли мы или нет, насколько движение в Стамбуре очень тяжелое. Здесь везде пробки, узкие улочки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok